Уважаемые коллеги, добрый день. Для кого-то добрый вечер. Мы начинаем наш вебинар. Скажите, пожалуйста, вы меня хорошо видите и слышите? Напишите в чате. Ага, вот уже пишут да. Замечательно. Ну что ж, поскольку вы меня видите и слышите хорошо, если вдруг у кого-то будут проблемы со звуком, вы можете попробовать либо зайти через другой браузер по той же ссылке, либо можно заморозить видео. Это обычно помогает, потому что качество звука зависит от качества интернет-соединения. Уважаемые коллеги, мы начинаем наш вебинар. А я вас попросил бы, пока мы говорим установочный, организационный момент, я вас очень попросил бы написать, откуда вы и где вы работаете. В дошкольном образовательном учреждении, в школе или и там, и там. Или, может быть, вы просто репетиторы. Это нужно для того, чтобы я понял, насколько подробно о некоторых аспектах говорить, потому что то, на чем важно остановиться, например, для преподавателей дошкольных образовательных учреждений, может быть, не так важно школьным учителям. И наоборот, соответственно. Вот я, например, вижу уже Красноярск-Репетитор, школа Екатеринбург, учитель в школе, Республика Мордовия, дошкольное образовательное учреждение, Башкортостан, школа и сад. Замечательно. Ну что ж, очень хорошо. Кто-то пишет в школе, однако при школе у нас детский сад. Ну, замечательно. Тогда, я надеюсь, что то, о чем я буду говорить, будет полезным для всех. Я постараюсь сбалансировать выступление. Презентация будет после этого вебинара выложена для скачения на форуме englishteachers.ru. Точно так же, на случай, если у нас есть участники, которые никогда еще не принимали участие в вебинарах, сразу скажу, в конце, после вебинара, у нас будет время на вопросы и ответы. Я буду стараться комментировать ваши вопросы в чате и отвечать на них. И в конце вебинара вы сможете скачать для себя электронные сертификаты участников. У каждого сертификата будет свой индивидуальный номер. Инструкции для получения сертификатов будут выложены. Перед вами на экране появятся. А в чате я дам код, по которому вы сможете эти сертификаты получить. Ну что ж, я вижу, у нас Ульяновск тоже. Тут учитель английского языка, приветствую. Ульяновск, республика Хакасия, детский сад, Иссентуки, гимназия, Омск. Нас приветствует, добрый вечер. Чита, школа, детский сад и дошкольный. И школа, детский сад, замечательно. Комплекс школа, детский сад. А старший воспитатель у нас есть, Анастасия. Ну что ж, уважаемые коллеги, давайте мы с вами сегодня поговорим. Я уже не буду дальше вслух читать, кто откуда. Вот Марина пишет, Нижегородская область, учитель английского языка. Я уже не буду вслух читать, кто откуда, но после вебинара я обязательно чат очень внимательно прочитаю. Но уже, в общем-то, понятно, о чем и как стоит рассказать. Итак, организация педагогических экспериментов при работе даже с дошкольниками. Мы сегодня с вами поговорим о том, что такое педагогический эксперимент. Что нужно для того, чтобы его организовать. И для чего он вообще служит, чем он может помочь. И мы будем все это рассматривать конкретно на примерах пособий и апробации, которые сейчас идут. Мы обратим внимание на то, что у нас получается. Вы знаете вообще, что такое педагогический эксперимент? Что им будет являться? Какие у него качества? Прежде всего, для нас с вами педагогический эксперимент — это метод исследования. И его обычно используют для того, чтобы проверить, выявить эффективность применения определенных методов, средств обучения и воспитания. Существуют разные классификации экспериментов в педагогике. Я привожу вам одну из них, потому что на самом деле классификаций больше. Но, тем не менее, виды экспериментов выделяют, как правило, следующие. Это констатирующие для того, чтобы изучить состояние дел. Например, посмотреть и описать. Вот так обстоят дела в этой сфере, вот так этому обучают. Эксперимент может быть уточняющий, либо проверочный, когда проверяется определенная гипотеза. Такие эксперименты очень часто используют в научной работе, когда сначала формулируют гипотезу, например, что обучение будет более эффективным, если использовать вот такой алгоритм работы и последовательность применения приемов. И затем проверяют, а действительно это так или не совсем так. И бывает эксперимент формирующий, когда формируют определенные качества у учеников, формируют определенные условия, чтобы сделать более эффективным развитие ребенка и так далее. Мы с вами будем говорить вот о каких примерах. И, соответственно, в зависимости от типа, у экспериментов педагогически бывают разные задачи. Я привожу несколько примеров. На самом деле, конечно, задач может быть гораздо-гораздо больше. Все зависит от того, какие задачи мы перед собой ставим и как мы ее формулируем. Но задачи могут быть такие. Например, проверка определенной системы обучения. Например, вы хотите проверить, будет ли система развивающего обучения, например, система Занкова, эффективно работать именно в том образовательном учреждении и в той группе, в которой вы работаете в тех условиях. Вы можете сравнивать эффективность определенных методов обучения. Например, какой метод более эффективен в ваших условиях. Вот этот метод или другой какой-то. Может быть, разработка систем мер по формированию учащихся определенных знаний, умений и навыков. Может быть, проверка эффективности этих мер, если они уже сформированы. Может быть, развитие познавательной самостоятельности школьника и так далее. То есть, тематика может быть самая-самая разная. Вот я вижу, нас приветствуют коллеги из Нурзеля Габдалахатовна из города Йошкар-Ала. Я как раз буду ссылаться на примеры. Нурзеля Габдалахатовна один из наших апробаторов. Я буду ссылаться на примеры из ее опыта работы. Так что очень приятно видеть апробаторов в числе участников нашего вебинара. Но знаете, самый главный вопрос. Что такое педагогический эксперимент? Предположим, вы принесли новый учебник или новое пособие и собираетесь по нему работать. Как вы считаете, вот это вот будет педагогическим экспериментом являться или нет? Вот с вашей точки зрения. Просто пробуйте новое пособие в вашей группе. Можно ли это экспериментом назвать? Вот кто-то пишет «Будет», пишет Наталья Евгеньевна Харламова. Хорошо, а почему это будет? Я бы сказал бы так. Будет, но в определенном случае. Если мы не просто по этому пособию работаем, а если у нас есть некие критерии проверки эффективности, если мы ведем дневник наблюдений и так далее. Если мы просто работаем, и кроме внутренней рефлексии у нас ничего особенного нет, то это вряд ли можно будет экспериментом назвать. Мы сейчас поподробнее посмотрим на то, какие же обязательно должны быть качества у эксперимента. Но вы знаете, бывает вот такой вопрос. Вы приходите к администрации и говорите, я хочу принять участие в педагогическом эксперименте. А на вас, например, администратор смотрит, директор или завуч, и говорит, а на каком основании? А вы уверены, что вы имеете право эксперименты над детьми проводить? Или родители такие бывают? А почему это над моим ребенком проводятся какие-то там эксперименты непонятные? Так вот, давайте посмотрим на законодательство и поймем, имеет ли педагог право на эксперименты. Самым главным законодательным документом для нас с вами является закон об образовании в Российской Федерации. Если мы посмотрим на статью 47, в которой перечисляются права педагогических работников, то мы увидим следующее. Там говорится о том, что педагогические работники имеют право на свободу выбора и использование педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. А как понять, насколько эта форма, средства или метод обучения и воспитания педагогически обоснована? Иногда требуется экспериментальная проверка. Затем, у педагогов есть право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания. Так вот, прежде чем внедрять авторскую программу или метод обучения и воспитания и утверждать и принимать, ее опять же надо проверить эффективность. Это опять получается педагогический эксперимент на основании закона. У педагогов есть право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой. Причём, обратите внимание, ни про какой федеральный перечень речь не идёт. Если образовательное учреждение соответствует, учебник, учебное пособие или материал по закону имеете право выбирать. Другое дело, что образовательное учреждение не сможет выделить деньги на приобретение, если учебник в федеральном перечне нет. А учебное пособие имеет право приобретать, поскольку пособий в перечне нет. Но, тем не менее, для того, чтобы выбор был обоснованный, опять же, надо проверить эффективность. Пятый пункт той же статьи в законе – право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов и иных компонентов образовательных программ. Разработка тоже требует экспериментальной проверки. И, наконец, самый главный для нас с вами пункт – это право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной деятельности и так далее. Я жирным шрифтом выделял самые главные вещи. Поэтому, коллеги, если вы хотите принять участие в педагогическом эксперименте, а кто-то у вас спрашивает, а на каком основании вы это делаете на основании закона об образовании в Российской Федерации, статья 47, ну хотя бы пункт 6 можно в этой статье перечислить. Право на участие в экспериментальной деятельности. Вы на это полное право имеете. С точки зрения дошкольников. Что нам позволяет эти эксперименты организовывать? Здесь действует кроме закона об образовании стандарт государственного дошкольного образования в ГосДО. И посмотрите, о чем там говорится. Там говорится о том, что кроме примерной программы или кроме общей развивающей программы, могут быть разработаны самостоятельно участниками образовательных отношений программы, методики, формы организации образовательной работы. Опять же, их эффективность необходимо проверять, то есть все равно экспериментальный этап будет. Более того, вот эта самостоятельно разработанная часть программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Выбор должен производиться тех парциальных образовательных программ, то есть если это не общая программа, а, например, программа языкового развития, речевого, программа по иностранному языку, то эта программа парциальная будет. Для того, чтобы ее написать, она должна, естественно, соответствовать потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. То есть если говорить простыми словами, то для разработки парциальной программы и полноценного учета потребностей и интересов участников образовательного процесса и реализации возможностей педагогического коллектива обязательно требуется предварительно исследовательская деятельность. А педагогический эксперимент – это как раз одна из возможных форм организации деятельности. И вот обратите внимание, посмотрите, например, у нас коллеги пишут в чате, что шестой пункт даже требует, то есть именно участия педагогов в педагогических экспериментах. Давайте мы с вами посмотрим, что же является педагогическим экспериментом. У него обязательно есть конкретные задачи, мы про них с вами говорили. То есть задача исследовать или сравнить эффективность, исследовать систему и так далее. Педагогический эксперимент обычно ограничен по времени, нельзя всю жизнь только экспериментировать. И когда-то работа должна из исследовательской стадии переходить в повседневную, правда же? Он обязательно включает наблюдение, не просто рефлексию, а какой-то дневник наблюдения, где вы записываете, отмечаете ваше наблюдение. У эксперимента обычно есть разработанные параметры анализа его ходов и результатов. То есть вы обращаете внимание на то, вы знаете четко, что вы анализируете, каким образом. И соответственно, этот эксперимент должен не просто пройти, а его результаты влияют на практику обучения. То есть если что-то получается эффективно, значит это внедряется в практику обучения. Либо если какой-то прием подтверждает неэффективность, он наоборот из практики обучения убирается. А вот теперь давайте мы с вами посмотрим на примеры педагогического эксперимента, который сейчас идет. Коллеги, я вижу, что у кого-то есть проблемы со звуком, а у кого-то проблем со звуком нет. Напишите, пожалуйста, у кого проблемы со звуком есть. Либо вы меня не слышите, либо вы пока только пишите, либо проблем нет. Вот у кого-то нет звука, у кого-то есть проблемы. Коллеги, я вам еще раз могу посоветовать, попробуйте зайти еще раз по той же ссылке на вебинар, может быть через другой браузер, потому что иногда качество зависит от того, какая версия флешплеера у вас в браузере стоит. Либо второй вариант, попробуйте заморозить видео. Для того, чтобы заморозить, вы наводите курсор на изображение лектора, там появляется картинка с камерой, нажимаете, и видео останавливается. Вы меня перестаете видеть в статике, а затем слышите, но слышать будете лучше. Ну что ж, давайте мы посмотрим на эксперимент. Эксперимент, который идет сейчас. Это всероссийская апробация новых пособий для дошкольников. То есть, посмотрите, это пособие новое, которое издательство «Титул» выпустило в 2015 календарном году. Задача эксперимента очень простая. На практике проверить эффективность новых курсов, развивающих пособия для дошкольников. А именно, курса «12 шагов к английскому языку», пособия с мобильными приложениями серии «Первые английские слова», пособия серии «Стихи и загадки», пособия серии «Развивашка». Мы объявили о приеме заявок на участие в апробации с 22 мая. Принимали заявки по 30 сентября 2015 года, и всего было принято 61 заявка. Группы разных размеров и педагогов, у кого-то несколько групп. Поэтому мы сейчас говорим о том, что у нас в апробации участвует примерно 60 педагогов, и рассчитывая средний размер группы, где-то 700-1000 детей. Как вы считаете, это хорошая база для эксперимента, с вашей точки зрения? Вот такое количество из разных регионов России. Причем педагоги участвуют и из школы-сада, и из комплексов образовательных, и из детских садов, и из развивающих и так далее. Да, база на самом деле неплохая. Я сразу хочу сказать, перед тем, как выпускать пособия и проверять их эффективность, это не значит, что мы выпустили пособия и не уверены, что они будут эффективными. У нас есть определенные расчеты. Мы делаем вот, что у нас есть внутренняя система контроля качества. Когда у нас пособие готово, мы его рецензируем. Мы получаем научные рецензии на кафедре раннего обучения иностранным языкам, Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге. И по результатам рецензирования мы пособия дорабатываем. Это то, что видят специалисты этой кафедры, причем это не только ученые-теоретики, они еще и преподаватели, сами авторы пособий и работают с дошкольниками. После этого наши пособия проходят короткое пилотирование в детских садах, обычно в детских садах развивающего обучения. Их пробуют целиком, либо частями на детях. Мы получаем эту информацию и иногда еще что-то дорабатываем. Бывают такие моменты. И только после этого мы отправляем пособие в типографию. И вот сейчас мы проводим всероссийскую апробацию. На примере этой апробации мы с вами и посмотрим на эксперимент. Как он строится? Для того, чтобы проанализировать ход эксперимента, мы разработали анкету апробатора. Я вам покажу ее на следующем слайде. И она помогает некоторые аспекты обучения увидеть и их эффективность. Есть несколько режимов апробации. Кто-то из педагогов взяли апробировать только курс 12 шагов к английскому языку. Кто-то взял курс, а в дополнение берут любые из остальных апробированных пособий. А кто-то обходится без курса, но берет любые из апробированных пособий по отдельности. Анкеты заполняются онлайн-апробаторами. Для тех, кто апробирует курс, это после прохождения каждого раздела курса. А для тех, кто работает по пособиям, поскольку пособия небольшие, после окончания работы над каждым из пособий. Давайте посмотрим, как построена анкета, каким образом анализируется эксперимент. Что в этой анкете есть? Вот такие пункты. Она совсем небольшая, но она позволяет всесторонне посмотреть на самом деле на ход обучения. Количество детей. Мы пытаемся понять, в каких группах эффективнее работают пособия по объему. Видите, есть варианты, педагоги отмечают, сколько детей в их группе. Мы смотрим на длительность занятий, потому что, вы знаете, есть норма санпина, а есть то, как реально работают. Иногда занятия бывают короче, иногда длиннее. Мы тоже смотрим на то, размер группы, длительность занятия и так далее. Затем мы проверяем, что использовалось в занятии. Только апробируемое пособие, либо его дополняли чем-то. Например, материалы дополнительные из других пособий или целиком другие пособия, дополнительные песни или стихи, или дополнительные раздаточные или игровые материалы из других источников. И там есть поле для ответа, где педагог может прокомментировать, что именно брал или дополнял чем-то. Нам надо выяснить мотивацию ребенка. И мы проверяем, материалы пособия для детей интересны, довольно интересны, недостаточно интересны или скучны. Затем нам надо выяснить качество обучения, насколько дети усвоили языковой материал. И опять же мы предлагаем выбор. На 90-100% это очень высокий результат, я думаю, вы согласитесь. На 75-89% опять же высокий результат. 50-74% или вдруг менее чем на 50%. Затем бывают такие ситуации. Нам очень важно понять мнение педагогов. И здесь есть поле для свободного ответа. Мы спрашиваем, что в пособии представляется успешным, что в пособии представляется неуспешным. И каких результатов удалось достичь, работая с пособием. Потому что всего не предусмотреть. Бывают такие ситуации, что может быть результатов больше или наоборот меньше, чем мы того планировали. Ну что ж, пойдемте дальше. На следующем слайде перечислены задачи апробации. Но поскольку я их только что прокомментировал, я думаю, вы мне позволите этот слайд пролистать. Это было бы пересказом того, о чем я уже сказал. Итак, несколько слов об апробированных пособиях. Давайте я коротко про них скажу. Покажу, какие возможности мы в них закладывали. А затем вы увидите, к каким результатам это пока что привело за несколько месяцев эксперимента. И на самом деле есть результаты очень интересные. Есть то, чего мы не ожидали. Есть то, на что мы надеялись. К счастью, того, чего мы опасались, там, слава богу, нет. Но давайте посмотрим. Итак, курс «12 шагов к английскому языку». Его можно использовать как в образовательном учреждении, так и дома. Книги с мобильным приложением «Первые английские слова» можно использовать как дополнение к курсу, а также как самостоятельное пособие. Книги «Стихи и загадки» направлены прежде всего на развитие ребенка. И параллельно можно изучать английскую лексику в небольших количествах. И книги «Развивашки» серии – это общее развитие ребенка. Если вы хотите, вы можете изучать английские слова. Если не хотите, можно просто проводить развивающие занятия с детьми. А вот теперь давайте посмотрим на то, что же у нас получилось. Вот перед вами сейчас на экране первые обложки первых четырех книг «12 шагов к английскому языку». Сейчас таких книг выпущено 8. Последние 4 книги выходят в конце декабря, в начале января. Так что будут с января уже в продаже. Вот книги серии «Первые английские слова». 7 книг вышло, готовятся еще на выходе. У нас 5 книг, всего мы пока планируем. В ближайшее время будет 15, и дальше мы эту серию продолжим. Вот книги серии «Стихи и загадки» обложки перед вами. А вот книги серии «Развивашка». В этой серии мы еще кое-что выпустили. Я об этом скажу. Плюс я принес несколько новых изданий, которые пришли из типографии. Вот одно издание пришло вчера. Кое-что пришло несколько дней назад. И кое-что пришло в конце ноября. Я их вам покажу сегодня. Как предполагается строить задания по книгам серии «Развивашка»? Как я уже говорил, у них основная задача – это просто развитие ребенка, развитие мышления, творческих способностей и так далее. Самый первый разворот каждой книги, вот сейчас перед вами на экране разворот книги «Развивашка жителей подводного мира». Он направлен на то, чтобы включить догадку у детей, научить их учитывать контекст и просто вспомнить, кто же живет под водой. Посмотрите. Левая страница, над ней задание. Восстанови рисунок, соединив точки. Дети дорисовывают по точкам. И вопрос. Как ты думаешь, о ком эта книжка? То есть дети смотрят на всех этих жителей и пытаются понять, что же их объединяет. То, что они живут в воде и под водой. Правда же? А затем следующий вопрос. Как ты думаешь, кто скрывается под знаком вопроса? Нарисуй. Где-то у нас есть подсказка. У нас лучики морской звезды видны. Ребенок может догадаться, а может и не догадаться. Кстати, видите, у нас есть морская звезда. Здесь то же самое. А где-то ребенок может свободно вспомнить какие-то еще свои знания, кто еще живет под водой. И нарисовать то, что он посчитает правильным. И объяснить. Ой, замечательно, что у нас логопед присутствует. Вот Сычева Наталья Викторовна. Очень хорошо, потому что логопеды могут замечательно помочь. И в то же время мы с вами, обучая детей иностранным языкам, тоже можем помочь логопедам. Я скажу, как. Очень хорошо, что можем профессиональный комментарий получить. И как строится занятие по книгам серии «Развивашка». А вот так. Одно занятие, один разворот. Мы знакомим детей с картинкой. Говорим, кто это. Если нам важно просто детей на родном языке ознакомить, мы говорим, это кит. И затем переходим к заданиям. Если мы знакомим еще и с английским названием, мы говорим, что вот это вот житель называется по-английски «уэлл». У нас есть транскрипция, она больше для педагога, ну и ребенок может целиком как картинку запомнить эту транскрипцию. И затем мы просим детей по стрелочкам прописать пальчиком, двигая это слово. Именно пальцем у нас здесь и рука нарисована. Потому что мы не учим детей писать, мы просто готовим руку ребенка к письму. Тем более на иностранном языке. Мы их пока приучаем к этим движениям. И дети запоминают, в каком порядке должна двигаться рука, чтобы работать с буквами. А затем, посмотрите, идет задание творческое. Сделай игрушку по выкройке на странице 15. И дают с инструкцией, как сделать. И затем помоги художнику докрасить картинку. Но дети и когда по выкройке делают игрушку, они ее тоже раскрашивают. И докрашивают здесь. И мы попутно можем у детей спросить, кого мы рисуем, кого мы делаем, как называется по-английски. И так далее. То есть через деятельность дети запоминают новые слова. Вот перед вами выкройка. Здесь тоже показано, что нужно раскрасить. И так далее. То есть занятия довольно короткие. И они просто направлены на развитие ребенка. Вот у нас уже комментарии. Ольга пишет, мне нравится идея развивашки, все очень интересно. А Нелла пишет, замечательная книга. Да, действительно. А вот Галина Николаевна Бабынина пишет, развивашки интересные. Коллеги, вы это пишете, потому что видите на экране? Или вы их попробовали уже? Очень интересно узнать, кто уже пробовал эти книги, какой у вас опыт. Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Потому что я знаю, что их используют широко достаточно. Как мы предполагали строить занятия по книгам «Стихи и загадки»? Строится так. Мы знакомим детей с животным. Вот это «Стихи и загадки о животных». Мы говорим, кто это на картинке. По-английски называется вот так вот. Давай узнаем, как это слово произносится. И читаем детям стишок «Договорку». Он звучит таким образом. Маленькая, но шустра. И порой умней кота. Норка, вот ее домишка. Это серенькая мышка. Вам знаком ведь Микки Маус? По-английски мышка – маус. Эти стихи записаны на аудиоприложение. Оно абсолютно бесплатно скачивается. Поэтому, если вы английским не владеете или родители, вы всегда можете просто проиграть детям запись. После этого мы узнали, как животное называется по-английски. У нас есть картинка, которую мы попросим детей докрасить потом. Но мы детям читаем загадку. «Хвостиком яйцо разбило, да и репка ей по силам. Хоть и маленькая ростом победить ее непросто, шум и гам и полный хаос поселилась в доме». И мы просим детей это слово сказать. А затем дети раскрашивают картинку, повторяя, как по-английски мышка называется. То есть, в результате они и поработали, и стихотворение услышали, и загадку отгадали. Причем, обратите внимание, и в стихотворении, и в загадке даются повадки мышей, чем они питаются, ассоциация с сказками и так далее. Вот нам коллега пишет. «Сейчас дочь увидела книжку и с восторгом кричит. Это же наша книжка. Очень нравится нам, дочке пять, рекомендую». Но вот замечательная из опыта работы. Причем, обратите внимание, коллеги, мы очень старались, просили художников, чтобы картинки были приятные, чтобы они были веселые, забавные, ни в коем случае не злые, не пугающие, а были именно в таком стиле, чтобы у детей был моральный, душевный комфорт. Даже там, где мышка нашалила, видите, и яичко разбило, и яблоко погрызло, и сыр кусок схватило все равно, чтобы картинка была милая. Причем книжка формата вот такого, большая, для того, чтобы вы понимали, там есть где порисовать и развернуться детям. А мы, кстати, покажем вам сегодня, как некоторые из апробаторов творчески подошли и сочетают вместе книги «Развивашки» и книги «Стихи и загадки». Вот Нелла пишет, смотришь и улыбаешься. Действительно, такие картинки приятно смотреть, книгу просто приятно в руки взять. То есть, даже если не обращать внимание на английский язык, с ней вполне можно поработать. Вот Елена Погорелова пишет, я пробовал, дети действительно с удовольствием занимаются. Ну что ж, замечательно. И посмотрите, после того, как мы поработали с названием животного, мы просим детей, мы их приучаем читать целым словом. Что такое читать целым словом? Дети пока еще буквы не изучают, но они слово как картинку могут воспринять. Давайте я верну слайд. Видите, мы им говорим, посмотри, как пишется слово «маус». Запомнили? Ну-ка, а давай найдем, где у нас «маус». Покажи пальчиком. Дети показывают, где у нас есть мышка. Мы им можем помочь, если что, снова на картинку посмотреть. А потом говорим, ну-ка давай сравним с тобой, где у нас это слово написано. Давай учиться читать. Где у нас это слово. И дети, как правило, находят довольно легко. Если надо первое время полистать, несколько раз, ничего страшного. Потом дети... То есть мы у них развиваем зрительную память фактически таким образом. У детей ассоциируется, еще раз покажу, посмотрите. Это картинка изображения животного и то, как выглядит это слово. Дети пока еще букв не знают, но они его узнают точно так же, как на картинке узнают. Это специальный подход к обучению чтению, который хорошо работает с дошкольниками. Пойдемте дальше. В книгах серии «Стихи и загадки» есть разные задания. Например, сделай аппликацию. Вырезаем и делаем. Сделай фигурку павлина. Это стихи и загадки о птицах. И так далее. Есть пазлы. Пазлы не сложные, но и не такие уж простые. Потому что прежде чем пазлы разрезать, надо сначала назвать всех этих птиц по-английски. Вспомнить. Потом разрезаем, собираем этот пазл. И еще раз называем, кто у нас сложился. То есть есть способы, как в игре повторить новые слова. Для детей. Также есть карточки. Карточки эти удобно ложатся в ладошку ребенку. И мы можем работать разными путями. Я вам покажу, как можно с карточками работать прямо видеофрагменты занятий. Но посмотрите, как мы можем работать. Можем показывать эти карточки вырезные, когда вводим новое слово. Можем еще раз вырезать вот эти вот слова. И поиграть, например, кладем перед ребенком карточку и два или три слова. И просим, выбери какое слово правильное. Это как по-английски называется птичка? Peacock. Положили три слова. А где это слово? Duck, swan и peacock. Или duck, hen, peacock. Где это слово правильно? Ну-ка, давай учиться читать. Поднеси слово в картинке. Или наоборот. Одно слово и три картинки. Говорим, посмотри на слово. Ну-ка, давай вспомним, какая картинка ему соответствует. И так далее. Книги с мобильным приложением. Я не буду, пожалуй, углубляться в цели занятий, задачи и так далее. Вы можете их посмотреть, когда скачаете презентацию. Давайте мы посмотрим на то, как строится само занятие. Хорошо? Итак, один разворот книги – это одно занятие. Длительность занятий можно адаптировать в зависимости от способностей детей. И каждое занятие включает задание, направленное на детей с различными познавательными стилями. На аудиалов. Аудио все записано. Все тексты. То есть, те, кто на слух воспринимают, смогут воспринять. На визуалов есть картинки. И на киноэстетиков надо подвигаться для того, чтобы запомнить. Вот, например, странички из книги «What do animals say?» Как мы предлагаем работать по этой книге? Сначала просим детей рассмотреть рисунок и спросить, что это за животное, а что оно делает. Затем говорим детям, как животное называется по-английски. Cat. This is a cat. Cat. This is a cat. И показываем, смотри, как пишется слово cat. По буквам, опять же, не читаем, просто целиком его просим запомнить. Затем спрашиваем у детей, а как это животное разговаривает в России? Естественно, ребенок скажет «мяу». Можно просить детей изобразить это животное жестами и голосом. Но потом мы детям говорим, в Англии люди говорят по-английски, и животные тоже не так разговаривают, как в России. И мы говорим, ну-ка, давай узнаем, как говорит в Англии кошка. This is a cat. It says meow. Мяу. Мяу все-таки не так же звучит, как мяу по-русски, правда? А уж когда дети узнают, как свинка, например, говорит оинг-оинг, а совсем не хрю-хрю, и так далее. Мышка говорит не пи-пи, а ик-ик, и так далее. Детям это гораздо интереснее становится. И вот как у нас строится все задание. Занятие. Познакомили детей с животным, с его названием, послушали текст. Это записано в аудиоприложении. This is a cat. It says meow. Затем просим ребенка послушать слово и показать на картинку. Cat. A cat. Дети пальчиком показывают на кошку. То есть мы убеждаемся, что они поняли это слово. Затем просим детей прописать по буквам, по стрелочкам это слово пальцем. Опять же, не ручкой. Мы только готовим руку к письму в будущем, когда-то. И затем мы просим помочь художнику докрасить рисунок, повторяя несколько раз это слово, как называется по-английски. Вот такое вот занятие. И затем у нас есть тренировочная страничка. Выучили, как по-английски кошка или, например, там другое животное. Смотрим, говорим. Давай найдем. Отнесем слово с этим животным, которое только что изучали. И задание повышенной сложности справа. А что оно говорит? Давай вспомним, как он говорит. Например, что говорит лев по-английски? Лев по-английски lion, а говорит raw. И так далее. Можно льва поизображать, порычать по-английски. По-русски лев говорит r, а по-английски raw. Дети с удовольствием обычно это делают. И ищем опять же это слово. Если необходимо, вернемся на страницу, найдем, как там слово написано. Постараемся его узнать. То есть вот такие вот задания. Понятно, что кто-то из детей быстро раскрашивает, кто-то медленно. Поэтому длительность может варьироваться. Плюс к этим книгам есть мобильные приложения. Вы их можете скачать, сканировав QR-код вашим мобильным устройством с обложки книги. Либо вы можете зайти на сайт englishteachers.ru. Там есть вкладочка mobile apps. Заходите на нее и скачивать мобильные приложения оттуда. Они работают на смартфонах и на планшетах. Есть и на тех, которые работают в системе Apple. И тех, которые работают на Android. Теперь про курс 12 шагов к английскому языку. Буквально несколько слов. Он предназначен для детей 4-6 лет. Состоит из 12 книг. Поэтому 12 шагов. И каждая книга под одной обложкой, кроме книги для ученика, включает книгу для воспитателей и родителей. Там же есть аудиоприложение. Компакт-диск приложен с текстами, со всеми, которые необходимо детям слушать. Плюс еще слова. Вся лексика занятия тоже начитана. Для того, чтобы мы сами с вами могли вспомнить. Или родители могли это услышать. В книге для воспитателей и родителей подробные поурочные рекомендации. Причем таким языком написано, чтобы и родители могли понять. Неважно, какой они язык учили. Вот такие моменты. И плюс есть поделки, пазлы, разрезные карточки с рисунками и словами. Материалы для игр, которые помогают развивать мелкую моторику. И закреплять изученный материал. Коллеги, вы меня видите? Слышите? Потому что Татьяна Владимировна пишет, что вы зависли. Видимо, просто интернет не очень хорошо работает. Пойдемте дальше. Давайте я вам покажу. Все окей? Окей, хорошо. Ну что ж, давайте быстренько посмотрим на ход занятия. А затем перейдем к тому, что же нам написали апрабаторы. Как строится это занятие. Каким образом все получается. Хорошо. Итак, посмотрите. Самое первое занятие. Мы знакомим детей с нашими героями. Посмотри, послушай и повтори. Мы говорим, что в Англии живет мальчик Алекс. Ему 4 года. Вот он рисует свой портрет и говорит. It's me. Это я. И мы детей просим, вот на отдельной страничке, на листочке, или вот здесь в рамочке, попробуй нарисовать себя. Дети по-разному рисуют. Кто-то рисует быстро, кто-то медленно. Кому-то можно просто сказать, вот давай сделаем палка-палка огуречек. Покажи и скажи, it's me. А теперь познакомься с нашими героями. И мы слышим историю, можем ее включить на аудиодиске, можем сами рассказать, зависит от того, как нам удобнее. А история следующая. В одном доме в Англии живут брат и сестра. Они близнецы. Это означает, что они родились в один день, и они очень-очень похожи. Их зовут Alex and Alexandra. Но Alexandra просит, чтобы ее называли коротко. Sandra. Вот как они здороваются, когда знакомятся. Они говорят, hello, I'm Alex, I'm four. А Sandra говорит, hello, I'm Sandra, I'm four. Давай-ка мы попробуем сказать hello по-английски. И я скажу, I'm four, а вы покажете, сколько на пальчиках вам лет. И мы с детьми так и делаем. Просим их сказать hello, помахать ручкой, а затем показываем. Говорим, I'm four. Дети показывают на пальчиках. А затем вот эта новая лексика появилась, мы ее начинаем отрабатывать. Отрабатываем ее в рифмовке. Например, вот в такой. Hello to all, hello to you. Hello, hello to all of you. Вот здесь, посмотрите, важно, сколько длится ваше занятие. Потому что на самом деле на 15-20 минут мы уже наработали. Если вы занимаетесь с детьми дольше, мы можем перейти к следующему развороту. Если вы занимаетесь меньше, вы делаете половину. То есть вот ровно один разворот, прерываетесь. Дети повторяют эту рифмовку, а следующее занятие начинается с рифмовки. И переходите к дальнейшему знакомству. У Сандры и у Алекса есть любимый домашний любимец, попугай. И когда дети показывают любимца, они говорят, it's my pet, знакомят. Но у них есть еще другие домашние любимцы. Это кошка Китти и собака Чарли. Когда Китти и Чарли впервые встретились, они очень вежливо поздоровались. Китти сказала, I'm Kitty. А Чарли ей сказал, hello. Чарли потом сказал, I'm Charlie. А Китти ему сказала, hello. А давайте мы с вами представимся по-английски. Ну-ка начнем. Просим детей сказать, I'm, назвать свое имя. Партнер говорит, hello. А потом меняются ролями. То есть мы, следя за второстепенными героями нашего повествования, отрабатываем новые выражения. Затем раскрась и назови. Дети раскрашивают картинку и называют Charlie, a dog, Kitty, a cat. Или просто Charlie, Kitty. И затем дети играют в игру с карточками. Вот посмотрите, коллеги пишут. Мы с детьми сейчас каждый урок так начинаем со стишка hello. Очень хорошая разминка. А Альвина Хасан поддерживает. Hello from Казань. Замечательно. Итак, дети затем играют с карточками. И я вам покажу несколько способов работы с карточками. А вот теперь я бы вам хотел бы показать маленький рассказ о себе одной девочке. И этот рассказ после первых трех занятий, насколько я помню, по книге «12 шагов к английскому языку». Интересно вам посмотреть, чему дети научились за три занятия? Будем смотреть видео. Да, ну что ж, еще раз хочу сказать первые три занятия английским языком в жизни ребенка. Запускаем. Давайте сделаем так. Я запускаю видео и ставлю на паузу, потому что сейчас перед вами должно появиться изображение. Как только изображение на экране появится, напишите мне, пожалуйста, что оно появилось, и я запущу видео. Есть. Отлично. Ну что ж, я запускаю. Коллеги, давайте мы с вами не просто девочку послушаем, а попробуем сосчитать, сколько предложений она говорит. Она говорит где-то сама, она говорит где-то с опорой, с подсказкой учителя. Мы сейчас это тоже проанализируем. Готовы слушать? Запускаем. Так, немножко подвисло видео, прошу прощения. У меня много друзей, скажи. Где твой друг? Кто это, Рада? It's my... It's my friend. Great, Рада. Come here. Ребята, clap your hands. Похлопали в радужке. Молодец, Рада. You are great. Очень довольный дитя, как видите. Вот кто-то говорит слабо. Коллеги, третье занятие, три занятия в жизни английским языком всего у этого ребенка произошло. Нет, а все, видео очень коротенькое, девочка выступила. Итак, пять-шесть предложений. Скажите, пожалуйста, если в начальной школе у вас ученик произносит монолог из пяти предложений, это какая оценка? Была бы. Это очень неплохо, правда? На самом деле. И мы говорим про начальную школу. А здесь дошкольник из пяти фраз. Причем обратите, пожалуйста, внимание вот на какой момент. Мне он очень понравился. Девочка не сразу все вспоминала, что нужно сказать, но она явно говорит не заученными фразами, она говорит абсолютно осознанно. Это не как заученный наизусть стишок, который вышла, отрапортовала и забыла. Когда ей учительница подсказывает и говорит, скажи по-английски вот эту фразу, девочка моментально понимает, о чем надо, и она тут же это высказание выдает. То есть она четко, абсолютно осознанно это делает, она понимает, что она говорит по-английски. И как это будет по-английски, правда? Поэтому на самом деле я бы сказал бы так. Это не слабый рассказ для того ребенка, который только-только начал учить. Это вполне неплохой результат получается. Ну что ж, вернемся к нашей презентации. Я вам еще потом фрагмент видео покажу. А теперь давайте поговорим про апробацию. Это вот как раз Нурзеляга Блокатовна пишет. Увидите интересные отзывы коллег, это мои дети. Я вам открою еще один секрет. Мало того, что это было третье занятие, после трех занятий девочка выступила, Нурзеляга Блокатовна только начала работать впервые в жизни, если я не ошибаюсь, с детьми такого возраста. Поэтому это премьера и для преподавателя, и премьера для детей. А вот теперь давайте посмотрим результаты апробации на декабре 2015 года. А вот, кстати, комментарий Бориса Ивановича Маркова. Все комиксы очень хорошо подходят для инсценировки, мы часто это делаем. А вот раскраски идут в качестве домашнего задания. Да, это вполне нормальная ситуация. Можно дома раскрашивать, дети это делают с удовольствием. А потом раскраска становится прекрасным поводом устроить разминку перед новым уроком. Дети принесли раскраски, а мы говорим, назови, кто здесь изображен. Давай-ка вспомним эти слова. А что они говорят на этой картинке? И дети хорошо вспоминают. Отличное повторение. Так что можно и так поработать, правда? Итак, результат апробации на декабрь. Давайте мы с вами сравним, а в ваших группах так или не так. Итак, количество детей в группе. Я жирным шрифтом выделял самые частотные ответы. Посмотрите, в 35% преподавателей детей 11-17 человек. А еще затем следующее повеличение группа 18-25. Это совсем не маленькие группы, правда? Длительность занятий. Как оказалось, никто не занимается вообще по 10-15 минут. В основном занимаются по 25-30 минут 41%. Затем более 30-ти находятся героические учителя и героические дети. И затем 20-25 минут все-таки, несмотря на какие санпины. Но это замечательно, если получается у преподавателей достаточно варьировать это занятие. Я понимаю, что это занятие не только когда дети языком занимаются, а вот как раз и раскраски, те же самые подвижные игры сюда входят. То есть это просто общее развитие ребенка, правда же? Затем, что использовалось? 35% преподавателей использовали только апробируемые пособия. Затем следующий частотный ответ. Дополняли пособие дополнительными песнями или стихами. Кто-то брал еще раздаточные или игровые материалы из других источников. Но это абсолютно нормальная ситуация, правда? Когда мы дополняем чем-то. Но это хорошо, потому что нам надо было понять, что и как работает эффективно. Результаты апробации по курсу 12 шагов к английскому языку. Посмотрите. Материалы пособия для детей интересны. 59% довольно интересны. 24%. Сразу хочу сказать. Недостаточно интересные 0% и скучными, тем более никто не посчитал. Если мы 59 плюс 24 сложим, это меньше чем 100%. Но это те ответы, некоторые педагоги и апробаты просто не отметили. Никакой ответ пропустили эти вопросы. Но тем не менее, знаете, я думаю, что если было бы недостаточно интересно, уж точно сказали бы. А вот теперь качество обучения. Дети усвоили языковой материал. Поразительный результат. 90-100%, 35% преподавателей сказали, что дети усвоили материал в таком объеме. Это очень высокое качество обучения. Сравните. Если в школе у вас 35% детей на 90-100% материал усваивают, это просто большое счастье для учителя. И 29% усвоили на 75-89%. Опять это весьма высокое качество усвоения. Потому что 75% материала, это уже оценка очень неплохая. Школьная была бы. Менее чем на 50% нет ни у кого таких историй неуспеха. Затем мы спросили преподавателей, что в пособии представляется успешным. Вот ответы разных людей. Игры с использованием разрезных карточек. Цветные иллюстрации мотивируют детей изучать новый для них язык. Включение в образовательный процесс аудиозаписи, записанный носителями языка. Красочное интересное оформление. Удачная подборка и последовательность языкового материала. Доступность для работы не только в группе, но и дома в индивидуальном порядке. Наличие легко понимаемых не только учителям, но и родителям методические рекомендации по проведению занятий. Калим пишет, как проводились измерения. Вы знаете, здесь отвечали сами апробаторы. Поскольку у нас материал в каждом методическом, методической рекомендации к каждому занятию. Четко написан материал для активного усвоения. Его можно посчитать, сколько процентов дети усвоили и используют. И материал для узнавания, то есть пассивный лексический минимум. То здесь вполне можно посчитать. Вот это ответы учителей. Именно. Пойдемте дальше. Вот, кстати, как работают дедушки и бабушки. Опять же фотографии Нурзели Городлахатовны. Посмотрите, иногда приходят для того, чтобы детям с карточками помочь. Бабушки, видите, старательно вырезают. Помогают и сами очень довольны, когда они могут видеть, как их внуки разговаривают по-английски. А вот родители приходят, когда и мама, и папа всей семьей пришли помочь детям. Видите, карточки довольно большие, игровые получаются. А вот Нелла пишет. Качество на 5, так как в школе не всегда достигаешь таких высоких результатов. А вы знаете, здесь еще проблема в мотивации, точнее достоинства. У школьников бывают ситуации, когда они мотивацию теряют. А дошкольники, они пока открыты всему, они с удовольствием впитывают знания. Поэтому это помогает учителю. Ну и, соответственно, хорошо, когда материалы удобные для работы. Какие плюсы курса отмечают преподаватели? Следующий, перечислю. Организации подачи материала. Пособие привлекает внимание ребят. Им интересно работать. Ребята легко ориентируются в пособие. Вот это, кстати, важно. Маленькие дети легко путаются обычно в книгах. А здесь легко ориентируются. С удовольствием играют с раздаточным материалом. Родители довольны звуковым приложением. Легко организовать домашнюю подготовку. Оформление пособия красочное. Есть разрезные карточки в приложении. Сказка об английских детях интересная. Диск для прослушивания дома, если у родителей есть желание позаниматься с детьми. Методическое сопровождение занятий для учителей родителей. Это замечательно. Какие еще плюсы курса? Наличие ярких красочных картинок. Очень нравится детям раскрашивать картинки и собирать пазлы про Сандро и Александра. Хорошо работают с дидактическими карточками. С их помощью запоминание слов идет быстрее. И, наконец, еще один отзыв. Ничего не надо выдумывать. Все придумано за нас. Подробные методические рекомендации. Диск, тематические карточки. Различные игры, раскраски, пазлы, комиксы. Наличие словаря делает домашнюю работу с родителем более продуктивной. Что надо изменить? Что отвечали педагоги? Например, один из ответов был. Текст на английском языке. Дети еще русские буквы не знают, поэтому успешно осваивают материал лишь через аудирование. Я бы хотел на ряд этих замечаний ответить. Кстати, действительно, мы детей пока не учим читать. Четырехлетних детей нет. Только для детей шести лет в последних четырех книгах. В пособии дети изучают буквы и анализируют, с какой буквы начинается слово, какому звуку буква соответствует. Только мы готовим пока еще детей к чтению. А пока идет устный период. Дети на слух узнают. Они же и русские буквы особенно действительно не знают, поэтому нам и не требуется узнавать. Кто-то пишет, на мой взгляд, много языкового материала за одно занятие. Вы знаете, ответы апробаторов показывают, что дети осваивают этот материал. Но я бы сказал бы вот, что этот языковой материал повторяется, повторяется и повторяется. Он повторяется в играх, он повторяется в рифмовках, мы к нему возвращаемся периодически. Поэтому пусть вас количество не пугает. То, что сначала кажется много, потом дети к этому привыкают и за счет повторения запоминают. Кто-то пишет, для моей группы сложновато дают стихотворение даже на повторение. Действительно, бывают дети трудные, им и на родном языке трудновато стихи читать. Они ни ритмом не владеют. Я, кстати, хочу сразу сказать, замечательно, я еще раз повторю, что у нас логопед участвует в вебинаре. Я хотел бы предупредить вот о чем. Вы знаете, коллеги, бывает типичная проблема, вот какая, к сожалению. И логопеды правы, когда они говорят, что не надо спешить таким образом обучать иностранному языку. Дайте сформироваться речевому аппарату ребенка на родном языке. Бывает проблема вот какая. Мы детям говорим, повторяй за мной, или говорим, повторяй за диктором. И как ребенок повторит, так он и повторил. Это не очень хороший подход, я уверен, что вы делаете по-другому, но на всякий случай все-таки подчеркну. Важно делать вот что. Объяснять детям, как правильно работают органы артикуляции. Не просто говорим, повтори за мной, скажи, да, да, да. А мы говорим, поставь кончики языка вот туда, посмотри в зеркало на себя. Ну-ка, давай скажем. Мы обычно так и обучаем, правда? Но тем не менее, это можно превратить в игру. Это можно как-то еще делать. Но обязательно показывать детям, как работают органы артикуляции, весь речевой аппарат. Если этого не будет, то ребенку будет сложно произносить. Тогда он будет действительно вместо «с» говорить «с», вместо «з» будет говорить «за», да еще и на родном языке нечисто начнут произносить. И тогда получается. Вместо «уэза» у ребенка будет и «вэва», и «уэза», и что только не будет. Правда? Поэтому очень важно именно вот так давать. Вот, коллеги, те, кто у нас логопед, согласны вы с такой рекомендацией? Будет это работать с вашей точки зрения? Вот, Наталья Евгеньевна Харламова пишет «сегда показывают, как работают органы ротовой полости». Вот это самое главное, это очень важно. Дальше. Что надо изменить? Пока затрудняюсь, что-то посчитать неуспешно, так как мало занятий прошло. Написал педагог с надеждой на то, что через много занятий появится, наверное. Хотелось бы подвижных игр. Дети в большинстве своем гиперактивны, и даже 30 минут заниматься со сменой видов деятельности, бесподвижных языковых игр, физкульт-минуток сложно. Добавляю их в занятия. Замечательно, когда добавляем что-то. Но вы знаете, те же рифмовки – это тоже подвижная игра. Мы ведь сопровождаем и просим детей в методических рекомендациях не просто повторить рифмовку, а сопроводить ее действием, показать ее. Потом посмотрите, как мы переходим. От аудирования к слушанию, от слушания к действиям, от действия к рисункам и так далее. Но если вы добавляете физкульт-минутки игры, это очень хорошо. Следующее мнение. Значительных недостатков нет, но есть пожелания с учетом использования книг в муниципальных образовательных организациях в детских садах. В целях возможности использования книг в течение нескольких лет. Картинки для раскрашивания лучше вынести из самого учебника в раздел разрезных карточек. Тогда будет возможность просто пополнять раскраски путем ксерокопирования, а учебник будет целым. Вы знаете, эта идея хорошая. Мы как раз сейчас думаем над тем, чтобы сделать отдельный сборник карточек тематических. Я думаю, что это пригодится, правда? И сделать, наверное, отдельный сборник раскрасок. Но мы об этом подумаем. Вот сборник карточек точно мы готовы делать. На данный момент такового не выявлено. То, что надо изменить, пока нравится. Ну что ж, очень хорошо. Сразу на вопрос отвечу. Наталья Калмыкова спрашивает. Подойдет ли данное пособие для организации в неврочной деятельности в первом классе? Вы знаете, я думаю, что да. Но учитывайте, что в первом классе ребенку уже 6 лет, правда? И когда он говорит про героев 4 лет, ну, некоторые дети говорят, ой, это же малышня, нам-то 6, мы-то взрослые, а тут 4-летки. Ну, почему бы нет, можем заменять 4 на 6. Пусть они узнают о своих ровесниках. Вот коллеги пишут. Советы логопеда парадоксальны. А если ребенок живет в многокультурной языковой среде, у него нет выбора, приходится говорить на многих языках, и никто никого не предупреждает о предполагаемом вреде. Чем больше языкового материала, чем раньше есть возможность обучать ребенка, тем лучше. Вот здесь ключевое слово «обучить». Действительно, не просто просить имитировать, а показать. Я читал ряд работ по раннему обучению. Я смотрел, и как дети растут в билингвальной среде. Я читал, что происходит с детьми иммигрантов, например, когда они приезжают в США в младенческом возрасте, и дома говорят на одном языке, а за пределами дома говорят на другом, например, в детском саду. Вы знаете, везде есть ситуация такая. Если ребенку объяснять и именно обучать артикуляции правильной проблем, нет никаких абсолютно. Более того, помогает более четко на родном языке говорить. Если ребенка не обучать, а просто просить имитировать, речевое развитие замедляется. Поэтому здесь ключевое слово «обучать». Вот, кстати, Тамара Викторовна пишет «Используй в первом классе пособие». Правда же? И каких результатов удалось достичь, кроме языкового усвоения? А давайте посмотрим, что педагоги отметили. Это результат по первым трем разделам пока еще, потому что не все три раздела прошли, а по первым двум разделам и так далее, анкетирование. Дети усвоили основные правила речевого этикета, приветствия и прощания. Научились представлять себя, говорить о своих питомцах и своей семье. Мы видели, девочка после трех занятий выдает монолог с опорами, конечно, но выдает монолог из пяти предложений, и причем делает это вполне осознанно, понимая, что она говорит. Во-первых, заинтересованность детей и родителей, пишет другой апробатор. Во-вторых, дети используют языковой материал в течение дня в игровых ситуациях. То есть дети по-английски в течение дня начинают сами эти слова использовать. Они себе сами создают игровую среду языковую. Немногие работают с диском дома. Вот дальше очень важный вывод. Посмотрите. Удалось достичь высокой мотивации к обучению английскому языку. Дети заинтересованы и с удовольствием выполняют задания, предложенные в пособии. Достигнут цели обучения, выполнят поставленные задачи. Затем пишут. Дети знают лексику в полном объеме, но стихи не все выучены. Коллеги, я бы не стал просить детей учить стихи наизусть. И в методических рекомендациях этого нет. Не нужно. Стихи это просто способ еще раз в контексте отработать новые слова. Повторили стихотворение? Молодцы. Если кто-то запомнил, у детей вы знаете память, как магнитофонечки маленькие запоминают. Тоже молодцы. Можно похвалить. Не запомнил? Ничего страшного. Понял, о чем речь идет. Смог повторить стихотворение за педагогом? Иллюстрирую его действия? Тоже молодец. И, наконец, посмотрите. Дети очень довольны и счастливы. И, наверное, это самое главное достижение. С удовольствием идут на занятия, с нетерпением ждут открытия следующей страницы. Сотрудников детского сада приветствуют по-английски. Со стихотворением «Hello to all» уже успели выступить перед родителями на празднике урожая. То есть, посмотрите, высокая мотивация, и дети с этим работают. Олимпиада Александровна пишет. У меня сын просится заниматься, а я боюсь смешивать с русским. Олимпиада Александровна, вы знаете, я бы не стал бояться, вот по какой причине. Есть ряд интересных исследований нейрофизиологов. Исследования показывают, что у нас есть в мозгу языковая зона, но на каждый новый язык, который мы изучаем, в этой зоне активизируется отдельная область. И эта область как раз отводится на отдельный язык. Именно поэтому есть люди билингвы, или люди, которые хорошо говорят на нескольких языках, а переводчиков хороших мало, потому что это отдельный вид речевой деятельности, который в том числе требует формирования нейронных связей между разными отделами в языковой зоне. Поэтому не бойтесь, хуже вы точно не сделаете. Есть исследования, которые показывают, что ребенок, который изучал в детстве, или изучает человек иностранные языки, у него потом и мыслительная активность дольше сохраняется, вплоть до старости, и он хорошо помнит то, что изучал в детстве. Что еще? Вот коллеги тоже пишут, например, мы с дочкой занимаемся вполне успешно, а вот к нам присоединился Радислав Петрович Миллерот, автор курса «12 шагов к английскому языку». И комментирует этот ответ уже не только как автор пособия, но и как один из крупнейших российских методистов-специалистов в обучении иностранным языкам, доктор педагогических наук и так далее. Все регалии очень долго было бы перечислять, в том числе и международные. Пойдемте-ка дальше. Вот посмотрите, как дети увлеченно работают с карточками. Я вам сейчас покажу видео, один из приемов работы с карточками, а затем посмотрим на то, как другие коллеги советуют. Посмотрите, вот они работают с карточками, кто-то вырезает, кто-то смотрит, как у других, с пазлом работают, подбирают. Это тоже фотографии из ешкаралы. А давайте посмотрим. Видео, где дети работают с карточками. Есть разные подходы к этому, разные способы. Я вам покажу один из приемов. Запускаю видео. Давайте посмотрим. Еще раз ставлю на паузу. Напишите мне, когда картинка появится перед вами. Появилось. Ну что ж, давайте посмотрим. Обратите внимание, не все дети одинаково активны. Но те дети, которые... Вот один ребенок будет более такой пассивный, вы увидите, как другие дети стараются помочь, подсказывают друг другу очень активно, с полным пониманием. Покажите, кто это у нас. Медведь. Медведь. Гудовью. Молодцы. Шоу ми а док. Шоу ми а док. А у меня нету шоу. Док. Шоу ми а док. У меня нету шоу ми а док. Гудовью, Алена. Гудовью, Аня. Шоу ми а док. Гудовью. Шоу ми а фокс. Шоу ми а фокс. Ариша. Гудовью, Аня. Гудовью. Рада. Гудовью. Ну? Шоу ми а бук. Итак, посмотрели? Гудовью. Дима, show me a book Рада Show me a book Good of you Now, show me a cat Show me a cat What about a cat? A cat A cat A cat Show me a cat Good of you Show me a mouse Show me a mouse Good of you Show me a parrot 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 Aisha Show me Parrot Good of you Ну что ж, теперь видео закончилось Вы видите, что дети с разной активностью Кто-то кого-то поправляет на слово mouse Кто-то говорит, мишка И говорит, не мишка, а мышка, правда? Подсказывают друг другу и так далее Вот даже мальчик в центре Который более такой пассивный ученик Все равно дети ему стараются подсказать Он начинает уже смотреть, а что у соседки есть Что она берет То есть даже там, где он не очень активно работает Он все равно как-то поглядывает Но бывает, вы сами знаете, какие дети Сегодня они активные Завтра они не настолько активно делают что-то То есть здесь очень все зависит от настроения Но это, конечно, не единственный способ работы с карточками В книге для родителей и воспитателей В курсе 12 шагов к английскому языку Разные способы игр описаны Мы выпустили книжечку Алфавитные карточки Вернее, карточки с картинками Карточки с рисунками Английский алфавит Там у нас 5 игр разных предлагаются Игр еще больше есть Мы сейчас увидим Вот как работают коллеги Которые опробируют другие пособия Пособия серии «Развивашка и стихи и загадки» Обычно используются комбинированно Как показала практика Потому что и тематика сходная А лексика делает пособия взаимодополняющими А пособия серии «Первые английские слова» Используются и самостоятельно, и комбинированно Давайте мы посмотрим Что говорят апробаторы Я вам прочитаю то, что пишет апробатор Из города Ногинск На нулю Владимировна Михайлова Она делится своим опытом Полностью вы можете почитать То, что дети говорят И ее высказано на форуме Обратите, кстати, внимание Вот Нурзиляга Абдлахатована пишет Про этого ребенка, который был неактивный Да, это дети пятилетки были Посмотрите, что пишет учитель Сейчас он у меня лучший ученик Так как мама очень помогает закреплять дома А это всего лишь четвертое занятие Действительно Итак, серия «Развивашки» Посмотрите, как использует апробатор Совсем не так, как мы предполагали Каждое пособие в отдельности А вот как комбинирует Обычно я начинаю свои занятия с того, что читаю наизусть стихотворения из книги Курбановой Кто по данным книгам занимался, те знают, что на каждое новое слово по два стихотворения Которое в рифму оканчивается наводимое слово по-английски Почему наизусть? Чтобы ребята не отвлекались на книгу Так как мы работаем по серии «Развивашка» В своей апробации я для детей данную книгу не заявляла А решила ее использовать для эмоциональной окраски занятий Так как стихи и загадки деткам нравятся И это, на мой взгляд, ведущая форма презентации нового материала и его отработка Так как для детей это знакомая деятельность И вот как строится занятие Например, читаю первое стихотворение из книги Юлии Геннадьевны Курбановой «Стихи и загадки об игрушках» Знакомлюсь со словом «Doll» Знакомлюсь со своей куклой приведения лексической единицы Прошу ребяток поприветствовать куклу Hello! Провожу небольшую беседу на тему кукол Спрашиваю, у кого есть куклы, как их зовут Переходим к работе к пособию серии «Развивашка» Работаем по заданиям, которые предусмотрены в книге Очень хорошо, что для знакомства и отработки слова используется разворот Так как все сосредоточено на конкретной лексической единице И ничто ребят не отвлекает И затем посмотрите, уточнение Особенно хочу остановиться на том, что мы с ребятами всегда рассматриваем Как пишется слово по-русски и по-английски Даже если дети не читают на русском У них уже хорошо развит навык сравнений И такие задания ребятки выполняют хорошо Анализируем, пробуем найти схожие буквы и различия Обращая внимание на транскрипцию Внимание! Все эти действия носят ознакомительный характер И нужны, как я для себя определила Для развития у детей памяти, внимания, мыслительных операций Детки очень любознательны и хотят получать всесторонние знания Может, это мои так подобрались? Но думаю, что в большинстве так и есть Можно закончить занятие, снова прочитав стихотворение, загадку и способие, стихи и загадки И детки уже сами должны назвать окончание стиха Слово по-английски, в данном случае долл На самом деле, вариации работ по данным пособиям огромная Что делает работу по ним очень разнообразной и продуктивной Еще раз подчеркну автор этого отзыва На нуле Владимировна Михайлова Город Ногинск, детская академия развития талантов и способностей А вот как работает на нуле Владимировна Отрабатывает лексику, комбинируя пособия с мобильным приложением В нашем случае, what do animals say, что говорят животные И затем используют еще книги, стихи и загадки о животных и развивашка животные В пособии, what do animals say, очень удачно введен небольшой текст Состоящий из двух предложений, который учит ребят, как представить животное И сообщить, как оно разговаривает This is a, it says, например, this is a cat, it says meow От себя добавил еще указательное местоимение that, that is a cat Чтобы детки также могли использовать эту структуру в своей речи Как родители, мы помним, что очень часто детям говорим Смотри, вон там кошечка И подобные предложения В пособии, стихии и загадки Есть замечательные разрезные карточки Которые я беру, когда знакомюсь с новой лексической единицей И параллельно ввожу свои Это фотографии реальных животных Так, как они выглядят в жизни Для чего я это делаю? Карточки из книги есть у ребят И таким образом они могут учить родителей Опираясь на знания, которые они получили на занятия А свои карточки используют, чтобы встроить изученную лексическую единицу в жизнь ребенка Чтобы мог идентифицировать реальное животное и его название на английском языке Отлично в этом вопросе помогают С карточек можно уйти на любой другой вид деятельности Для себя их сделал своего рода мостиком Я не буду для вас сейчас зачитывать описание нескольких игр с карточками Которые предлагает апробатор Поскольку таких много, вы можете на сайте посмотреть Я даю ссылки на сайт, где вы можете найти подробно эти описания Либо вы можете скачать презентацию и взять эту информацию оттуда Но тем не менее, посмотрите Подводя промежуточные итоги апробации Пока, на состоянию на конец декабря Апробация подтверждает эффективность курса «12 шагов к английскому языку» Книг серии «Первые английские слова», «Стихи и загадки» и «Развивашка» Но вместе с тем апробаторы показали, что пособие содержит возможности для еще более гибкой работы Чем предусмотрены и описаны в методических организациях Посмотрите, сколько творчества, сколько придумок собственных Также апробация выявила ряд моментов, которые требуют дальнейшей систематизации Например, при подготовке детей к овладению основной графики Дело в том, что в книгах серии «Первые английские слова» Объясняются буквы в определенном порядке Как надо вести пальцем и так далее А в книгах «Развивашки» использована другая система Это не то, чтобы одна система правильная, а другая неправильная Обе системы взяты из того, как обучают детей в Британии и в США Но, как нам написали апробаторы, было бы хорошо, если бы одна система использовалась во всех книгах Чтобы дети не путались, если пособие комбинируется Поэтому в следующем издании, когда мы будем эти книги переиздавать Все будет приведено к единой системе И это действительно важный момент И есть еще ряд советов, которые мы используем для того, чтобы выпустить именно книги в таком виде, которые будут удобнее Подробнее, как я говорил, узнать о ходе апробации, прочитать мнение апробаторов в комментариях Можно на форуме Вот перед вами темы На самом деле можно поступить проще Заходите на форум Находите раздел развития и обучение дошкольников английскому языку и не только И там есть тема про апробацию Все это можно внимательно прочитать и оставить свои отклики Там же вы найдете и еще видео с фрагментами занятий И приложение, например, фотографии и так далее, которые приложили апробаторы Что я хотел еще вам показать? Выходят новые книги Давайте я коротко, буквально 5 минут покажу И мы подводим итоги Я отвечаю на ваши вопросы, даю код для скачения сертификата Итак, мы стали выпускать новую серию книг, которая называется «К празднику» Вот у нас сейчас вышла книга В ноябре вышла книга «К празднику Новый год» В ней есть развивающие задания Всяческого рода Вот поближе поднесу к экрану И лабиринты Помоги зверятам найти свои подарки И что на картине написано неправильно И так далее В ней есть поделки для дошкольников Например, и коробочку для подарка И открытку сделай, и аппликацию, и так далее В этой серии «К празднику» вышла уже книга «К празднику Новый год» Готовятся к выходу в конце декабря Уже должны появиться в интернет-магазине Книга «К празднику 8 марта» Можно заранее приобрести Следующие книги, которые выйдут в январе Это «К празднику День рождения мальчика», «К празднику День рождения девочки», «Пасха» и так далее То есть каждая книга становится подарком Она с английским языком совсем никак не связана Но это хороший подарок По-моему, она 50 рублей стоит В интернет-магазине Это хороший подарок для тех, кто хочет, чтобы детям было и чем позаниматься И почитать что-то интересное про Новый год И как его в разных странах празднуют У нас есть здесь тексты И историю Нового года Немножечко написанную простым, понятным для детей языком Что такое Новый год вообще И про каждый праздник точно так же Игры, поделки, развивающие занятия и занимательная информация Также готовятся к выходу Книги 9-12 части курса «12 шагов к английскому языку» Прошли рецензирование в Институте детства Сейчас в них вносятся финальные правки по рекомендациям рецензентов И они выйдут, я полагаю, в самом начале января 2016 года В январе же выйдет и программа курса Она готова, просто нам надо убедиться, что все изменения, которые предложили рецензенты, в программе тоже отражены Книга к празднику 8 марта в конце декабря 2015 года выйдет Мы ее отправляем в типографию в понедельник К празднику день рождения мальчика, к празднику день рождения девочки Выйдут в январе 2016 года Уже вышли следующие книги Прописи для девочек, английский алфавит Прописи для мальчиков, английский алфавит Прописи для девочек, русский алфавит Прописи для мальчиков, русский алфавит В этих попсих есть прозрачные страницы, то есть можно сначала прописать буквы по образцу, затем подложить под прозрачную страницу и там прописать еще раз, уже с меньшей опорой. И есть картинки для раскрашивания. Вышли книги алфавитной карточки с картинками английский язык и алфавитной карточки с картинками русский язык. Что еще? Книга, которая только вчера вечером пришла из типографии. Вот она у меня в руках. Это книга, здесь скорее учителям будет интересно. Это книга для подготовки к итоговой аттестации. Она называется «Итоговая контрольная работа для выпускников начальной школы». Авторы Кларис Акун-Кауфман, Мариан Юрьевна Кауфман. Эта книга, эту рабочую тетрадь, фактически с контрольными работами, можно использовать с любым учебником, потому что она полностью опирается и ориентирует на примерную программу. Это контрольная работа на базовом уровне. И давайте я вам скажу, что в этой книге есть. У меня будет 23 декабря вебинар, на котором я буду очень подробно рассказывать об итоговой аттестации в четвертом классе, о том, что там может быть и так далее. Но посмотрите, с чего начинается книга, как выполнять задания. Детям подробно, простым языком рассказывается алгоритм работы над заданиями тестового формата. Затем у нас идут тесты. В этой книге 4 теста. Их можно использовать, например, 3 в качестве тренировочных и 4 в качестве итогового, либо как разные варианты. Можно в начале 5 класса использовать в качестве входного теста, посмотреть, что дети помнят с начальной школы и так далее. И все разделы есть. Аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо и говорение. Затем в конце книги у нас есть информация для учителя. Эта информация дана в виде пояснительной записки. Посмотрите, пожалуйста. И в этой пояснительной записке рассказываются принципы оценивания. Рассказывается, как можно использовать этот сборник тестов для того, чтобы провести оценивание по каждому из видов речевой деятельности в отдельности, либо как можно комплексно делать. Подробно расписаны баллы, которые можно получить. И соотнесение рекомендуемой шкалы выставления школьных оценок при комплексном оценивании. А также даются скрипты аудиозаписи. Аудиозаписи можно скачать бесплатно, сканировав QR-код, либо по ссылке, которая под этим кодом написана. Мы дадим эту ссылку на форуме. Если вам интересно, вы сможете эти аудиозаписи скачать. И еще две книги, которые уже вышли. Это два пособия. Я их держу в руке. ОГУ «Сная часть тренировочной тесты» и ЕГУ «Сная часть тренировочной тесты». Здесь уже автор Радислав Петрович Милют. Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые коллеги. В «Сной части ОГЭ» 19 ноября изменился формат говорения всего. Поэтому мы выпустили книгу, где полностью соответствует формату реальных заданий экзаменационных. Но эта книга построена по уровню, по сложности, по формату соответствует, по тематике. Но эта книга построена следующим образом. Эти тесты не просто в формате ОГЭ реальных заданий. Вот у нас 15 тестов в этой книге. И точно так же тексты для чтения, которые надо читать вслух, они записаны в аудиоприложении. Его можно бесплатно скачать, и дети могут его использовать для самопроверки. Но и что мы сделали? Эти тесты тематические. Зачем они нужны? Конечно, на ОГЭ все задания будут на разные темы в тесте. Но здесь мы сделали тесты тематическим для того, чтобы можно было не только на формат потренироваться, не только стратегии работы с этими заданиями отработать, но и вспомнить нужную лексику и активизировать фоновые знания. А вот книга ЕГЭ, в ней 160 заданий. Это 40 тестов для устной части ЕГЭ. Точно так же устные, вернее, тексты для чтения вслух записаны на аудиоприложении. Его можно скачать бесплатно. Но здесь принцип построения другой. Сначала идет 40 вариантов задания номер 1, и мы можем делать его столько, сколько угодно. Затем 40 вариантов задания номер 2, номер 3 и номер 4. Поэтому вы можете либо в том порядке отрабатывать с детьми, чего им не хватает работать именно с этими форматами заданий, либо, если вам нужно составить тесты, вы легко можете каждому ребенку дать задание. Например, берешь задание номер 1, делаешь 15-й тест, берешь упражнение к заданиям номер 2, делаешь 18-е, номер 3 – второе, и номер 4, например, 40-ое. То есть, таким образом, у вас будет столько вариантов тестов, сколько вы захотите фактически. Потому что из 40 заданий на каждый тип, из 160 заданий всего, можно очень-очень много вариантов составить. Так что, думаю, что будет это удобно. Так, что еще? Какие у вас есть вопросы, коллеги? Вот подробная информация, ссылки, но они у вас уже были в чате. То, что вы можете посмотреть. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы? Предыдущие книги шикарные, замечательно. Вот информация по ценам появилась. И Эльвира Амельничук пишет, не смогла заказать у вас на сайте. Коллеги, скажите, пожалуйста, а вы в каком регионе живете? Когда планируются рабочие программы? Программа «Курсы 12 шагов к английскому языку» выйдет в январе. Она уже полностью готова. Мы просто приводим ее в соответствие после правок. Челябинская область. Но проблем быть не должно быть. Сделаем так. Кроме заказа через интернет-магазин, вы можете заказать любое пособие через коммерческий отдел издательства. В каждой книге на задней странице обложки написана контактная информация, где можно приобрести продукцию издательства типа. Вернее, каким образом напрямую из издательства. Самый дешевый вариант. По электронной почте, по телефону и так далее. Вам с удовольствием помогут и выберут для вас самый удобный вариант. Есть еще какие-то вопросы, коллеги? Если вопросов нет, давайте я вам дам код для получения сертификата. Перед вами на экране инструкция, как получить сертификат. Ну что ж, большое вам спасибо. Я вам предлагаю все-таки посмотреть, что пишут апробаторы. Я надеюсь, что по итогам вебинара мы с вами получили представление о том, какими могут быть педагогические эксперименты с дошкольниками, с дошкольным обучением. Мы посмотрели на опыт работы ваших коллег. Если кто-то из вас хочет принять участие в апробации, это все вполне возможно. Например, если курс удобнее начать, скажем, в сентябре, то с пособием можно начать работать в любое время. Что для этого надо? Напишите нам по электронной почте на адрес connectenglishteachers.ru connectsobakaenglishteachers.ru Я сейчас напишу этот адрес. Напишите нам, пожалуйста, на эту почту. Мы с вами свяжемся, дадим вам доступ к анкетам апробаторов, и вы сможете этим пользоваться. Другое дело, что тем, кто обратился до 30 сентября, те получали пособие со скидкой. Но скидка была до 10%. Если, например, книжка, скажем, Новый год стоит 50 или 60 рублей, но это 10%, это 5-6 рублей. Не сильно большая в итоге скидка получается. Конечно, если книги, например, Владислава Петровича стоят за одну часть 140 рублей, то там уже скидка побольше. Но, тем не менее, все равно. Я думаю, что и без этого можно воспользоваться такими вещами. А мы вам предоставим информацию и методическую поддержку, и консультации, и так далее. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое спасибо. Я вам еще раз даю код для получения сертификата. И если будут какие-то вопросы, пишите на форуме. Я вас приглашаю всех желающих на вебинар 23 декабря. Это предпраздничный вебинар будет. Я пока думаю, какой вам сюрприз еще дать для участников вебинара. Что-нибудь интересное придумаем. Приходите. Ну что ж, большое спасибо. На этом мы вебинар заканчиваем. До свидания.